Продолжаем выпуск. В октябре прогремел взрыв. Ударной волной полностью разрушена половина дома. Шестеро человек, в том числе и ребенок, с тяжелыми травмами госпитализированы. В версии причины взрыва жильцов и спасателей отличаются. Что произошло на самом деле, выясняла Эльмира Иржанова. От передней части дома остались лишь руины. Мощная ударная волна полностью разрушила крышу, стены и двери. А обломки окон и храм отлетели на несколько метров от жилья. Взрыв произошел около 9 часов вечера. В доме находились шестеро человек. Супруги Чеверда, их 11-летний сын и родственники. Прашний взрыв был. Грохот. Это не высказать. Это не грохот. Целая бомба разорвалась. Даже в соседнем Заречном приехали оттуда. Пострадавших распределили в разные больницы города. У всех травмы и термические ожоги до 80% тела. Актюбинские врачи опасаются, что без помощи столичных коллег не обойтись. Мы сейчас идем переговоры с республиканской ценной авиации, чтобы пригласить, во-первых, на себя специалиста, комбустеолога, который занимается ожогами болезнями, и решать вопрос о транспортировке их в ожоговый центр Астаны. Как утверждают соседи семьи Чеверда, за несколько часов до взрыва в доме побывал специалист неизвестной им газовой службы. Он отремонтировал котел для нагрева воды. Жители предполагают, что именно некачественный ремонт котла и стал причиной трагедии. Однако у спасателей другая версия. На месте происшествия был найден газовый баллон, пятилитровый, разорванный. Предположительно, мы считаем, что возможно от этого прибора и пошло. При этом, по словам спасателей, район, в котором живут потерпевшие, подключен к центральному газопроводу. Почему в таком случае хозяева пользовались топливом из баллона, выяснит следствие. Но, как предполагают пожарные инспекторы, причиной взрыва стала то, что емкость с газом и отопительный котел стояли рядом. А это нарушение правил пожарной безопасности. Эльмира Яжанова, Слухамбекенов, Инфорумбюро, Актубе.